Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Годовой прирост цен на продукты в январе – 13,6% после 11,5% в декабре. В лидерах роста капуста сказывается неурожай, фрукты – из-за логистических проблем импортеров и ослабления рубля. Молоко растет в цене из-за маркировки и подорожания перевозки, сахар – из-за того, что в прошлом году цены искусственно сдерживались, поясняют аналитики Центробанка. При этом дешевеют яблоки, потому что в прошлом году был большой урожай, а из-за увеличения объемов производства замедлился рост цен на куриное мясо. Ситуация с ценами в гастрономах ухудшается по всей стране, но регулятор все еще намеревается снизить инфляцию до 5-6% в 2022-м. Программа Экономика. Суды жалеют кировские управляющие компании. Санкции за плохо очищенные дворы или неубранные сосунки к ним предъявляют меньше, чем могли бы. Об этом рассказал в нашем эфире начальник теруправления по Первомайскому району Вячеслав Симаков. Кому-то ограничивается на замечании, кому-то эти страхи половинят. Смотрят, во-первых, были ли предприняты какие-то меры, во-вторых, опасность непосредственно есть или нет, нависание прямо над тротуаром, либо где-то там в метре, отдельное отношение к субъекту малого предпринимательства и так далее. То есть административный протокол имеется, нарушения имеются, просто не в финансовом эквиваленте. По словам Симакова, за 2021 год в Первомайском районе было составлено 535 протоколов за нарушение правил благоустройства, а предостережение было выдано в десятки раз больше. Многие управляющие компании быстро устраняют нарушения. Тех, кто игнорирует предписание, собираются убирать с рынка. Эркономика на 101 ФМ. Кировчане могут остаться без льгот по имущественным налогам. Чтобы они были учтены, заявить их нужно до 1 мая. Тогда платежи за 2021 год будут снижены. На территории Кирова, по данным городской налоговой инспекции, по уплате налогов на жилье, гаражи, машины, места, земельные участки, транспортные средства, льготы предоставляют 23 категориям граждан. Среди них владельцы ипотечных квартир. Они освобождаются от уплаты налога на имущество физлиц в отношении такой собственности на весь период погашения ипотечного долга. В прошлом году таких налогоплательщиков в городе было почти 3900. Заявление о предоставлении налоговой льготы можно направить через личный кабинет на сайте ФНС, по почте, через МФЦ или лично принести в налоговую. Этим в прошлом году воспользовалось 37 тысяч жителей города. Экономика. В завершении о валютах. На сегодня официальный доллар 75 рублей 76 копеек, евро стоит 86,15. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ. Программа «Экономика» на 103. Программа «Экономика» на наялds. respeьте, соответственно, начиная работа. Продолжение следует...